Гентер. Сайт для пвп в бездне от бразильского безнобота Батачино. Как им пользоваться? А для начала нужно залогиниться через дискорд в правом верхнем углу экрана. После нажимаем на свой ник, профили кликаем на аккаунт и выбираем add, чтобы создать свой аккаунт. Обязательно введите свой юид в поле сверху, там же можно изменить название профиля. Добавить персонажей можно вручную, прокликав 7 созвездия и вписав нужный уровень. Но есть тем более удобный способ, через привязку хойлаб. Нажимаем на хойлаб бонд. Кнопка становится активной только после того, как вы ввели свой юид. После этого переходим на вашу страницу в хойлабе и открываем список героев через боевые хроники. Нажимаем по км, инспект, на русском это просмотреть код. Или же просто кликаем F12 на клавиатуре. После следуем шагам на экране. Выбираем Application, Cookies, Хойлаб. Здесь в поиск вбиваем английские буквы LT. LT-CEN и LT-UID нужно скопировать на гендер. Нажатие кнопки Update Automatically будет автоматически обновлять ваш список героев каждый раз, когда профиль используется для дуэли. Но не чаще раза в день. По такому же принципу работает привязка аккаунта к Genshin Wizard. Как можно увидеть, все персонажи аккаунта добавились на сайт. Теперь нажимаем Save снизу, чтобы сохранить профиль. Теперь переходим на вкладку Sprite Sheets и выбираем Abyss Fight Club. Нажимаем на синюю кнопку Build, чтобы создать вашу колоду используемых героев. Сверху выбираем, какой из ваших аккаунтов возьмется за основу. Теперь, нажимая на иконки героев, вы можете убирать их из вашего коста. Убрав галочку Only in Deck слева над списком героев, вам будут также показываться убранные персонажи. Не забывайте сохранить результат нажатием на синюю кнопку Save снизу. Нажав на кнопку Edit рядом с Build, можно отредактировать уже созданную колоду. Теперь возвращаемся на основную страницу сайта. Листаем чуть ниже и кликаем Play Now. Выбираем нужную таблицу и профили обоих игроков. Нажимаем Next. Вам откроется страница для проведения дуэли. Все пики и баны здесь происходят только от лица игрока, открывшего сайт на своем устройстве. Второй игрок должен называть персонажей в голосовом или текстовом чате, например в Discord. Отсюда вам нужно только количество прибанов. Оно показывается маленькими черными квадратами снизу экрана. Большие квадраты обозначают обычные баны в начале игры. После этого вы можете провести дуэль на Гентере, или же просто перейти на Аспирин и продолжить уже там. Нажав Next еще раз, вам откроется меню для записи таймеров бездны. Гентер послужит нам заменой костыльной системы хранения аккаунтов с помощью гугл таблиц. Теперь игроки смогут в любой момент самостоятельно обновить аккаунт и убрать героев из коста, не дожидаясь ответа в Дискорде. Субтитры создавал DimaTorzok